Девушки отдыхают День российского кино отметили на этой неделе, как Барнаул связан с большим кинематографом. Вот сейчас из этой двери выйдет Юрий Никулин. Вы пригласите его на танец. Провинциальность краевой столицы она считает его особой привлекательностью. Юлия Кикать рассказала нам о своих любимых местах в городе. Наш город, он более теплый, он более домашний. Это как после красивых туфель на шпильках, после бала одеть тапочки. Добрый вечер в студии Татьяна Голубева. Некоторые итоги уходящей недели мы сегодня обсудим вместе с нашим гостем Владимиром Кузнецовым, председателем Алтайского отделения Союза кинематографистов России. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Ну а начнем мы с темы, которую обсуждали в начале этой недели практически все. 24 августа вновь назвали черным понедельником из-за резкого роста доллара и евро. Туристы начали отказываться от зарубежных поездок. Туроператоры решили отменить международные полеты из Барнаула. Первым пострадало турецкое направление. Как минимум два рейса не состоятся из-за малой востребованности. Мы пытались разобраться, возможно ли туристическое импортозамещение. В начале сентября из Барнаула в Турцию улетит последний в этом году самолет. Один из крупнейших российских туроператоров отменил два последних рейса на южные курорты. Причина проста – падение спроса на путевки. Но корень проблемы не только в том, что турсезон завершается. От заграницы отпугнул резко подорожавший доллар. Сейчас есть операторы, которые не загружают рейсы и, так скажем, продают по бросовым ценам оставшиеся недозагруженные места. Ну вот Пегас решил, так скажем, не продавать по таким ценам невыгодным, а просто снять рейсы. Падение интереса к турецким рейсам дало повод в очередной раз заговорить о туристическом импортозамещении. Поедут ли отказавшиеся от заграницы на Алтай. Экспертные оценки говорят, вообще людей едет больше. Только вот те ли это, которые решили не лететь за рубеж, неясно. Предложить альтернативу зарубежным курортам стремятся не только в заслуженных туристических территориях, но и в сельских районах. Однако за границей их роднят пока только природные условия. Привлекательность деревенского туризма до потребителя еще предстоит донести. Пользуясь случаем, призываю выбирать не турецкие берега, а именно наш Алтайский край и Красногорский район. Но пока туроператоры, работающие за границей, стремятся снять последние в этом году сливки и заманить отпускников распродажами. Высокий сезон отдыха завершается. Победителей же определит, как всегда, статистика и сумма на банковском счете. Василий Морозов, Александр Антропов, информационный канал «Город». Многие экономисты, которые приходят к нам в студию, на этой неделе человек тоже был, говорят о том, что доллар у нас еще будет расти, может быть осенью, может быть зимой. И, соответственно, будут расти и цены, не только на туристические путевки. Есть ли у вас свой какой-то личный антикризисный план по этому поводу? Конечно, есть, как и у каждого человека. Ну, если честно сказать, я как-то за курсом доллара не очень слежу. Ну, не знаю, мне не очень даже это интересно. В заграничные поездки не ездите? В заграничные поездки, если ездить, приходится либо на съемки фильма, либо на участие в кинофестивалях. Так, как правило, либо это оплачивает приглашающая сторона, поэтому не очень-то я, так скажем, обеспокоен курсом доллара. Личный план, да, есть, конечно, у меня есть огород, картошка уродилась хорошая в этом году, капуста хорошая, яблоки, груши, огурцы, помидоры и так далее. Ну и, конечно, работать, работать и работать. Хуже времена переживали, я помню, 98-й год, когда вообще не платили по полгода зарплату, вообще не платили зарплату. Поэтому русского человека напугать какими-то вот такими катаклизмами с долларом довольно сложно. Я думаю, что... Ничего страшного для вас? Ничего страшного. Я думаю, что не только для меня, и для большинства людей ничего страшного нет. Нет. Страшно, наверное, для олигархов, или еще для кого-то, для людей, которые, ну, с этим курсом, там, для спекулянтов валютных, может быть, да. А для простых людей, мне кажется, это не так несущественно. У нас экономисты, кстати, тоже советовали иметь личную дачу, их личный огород, свое подсобное хозяйство, и тогда, говорят, можно пережить любой кризис. Можно любой кризис, абсолютно согласен. Спасибо. В четверг в России отмечали День кино. Оказывается, Барнаул, который когда-то был городом синематографов, связывает с кино еще много интересного. Актриса какого известного фильма живет в краевой столице, узнавала Екатерина Гаськова. Хочешь быстро стать звездой, спроси Дину Ивановну, как? Свою личную минуту славы преподаватель Алтгу пережила в 1975 году. Тогда ее, студентку Ленинградского вуза, позвали сниматься в фильме. Да как позвали, как в кино, совершенно спонтанно, в троллейбусе. Недолгие раздумья и юная Дина уже на площадке Ленфильма. Узнаете? Вот она, нос к носу самим Никулиным. В эпизоде известного германовского фильма. Мне режиссерам просто было сказано, вот сейчас из этой двери выйдет Юрий Никулин, вы пригласите его на танец, вошла в роль. Смотрю, никто так на меня особенно не обращает внимания, никто не смеется, самое главное. Потом было еще несколько эпизодических ролей у других известных режиссеров. Фильмы с участием Дины Ивановны до сих пор смотрит вся страна. На экранах всевозможных фестивалей выходили ленты и вот этого человека с киноаппаратом. Свой первый документальный фильм Альфред Арьевич снял в 70-е. Увлечение растянулось на долгие километры пленки. И сейчас, в век цифры, режиссер с трепетом вспоминает, каково это, когда 30 метров не хватало и на три минуты. Неправильно засветил, неправильно отфиксировал, неправильно отбелил. Все это влияло на пленку. Поэтому и старались аккуратно работать, аккуратно, внимательно беречь свой труд. Оператор тогда не имел права на ошибку и снимал лишь избранное. Производство фильма, вспоминает Альфред Арьевич, было ювелирным и вредным с кучей разных химикатов. Наш край, можно сказать, по-венчински на искусствам. Чего стоит наша алтайская «Все» Шукшин или Екатерина Савинова со своей бессмертной ролью Фроси Бурлаковой? Дина Ивановна актрисой так и не стала, хотя, признается, и не собиралась. Но на своем опыте убедилась – в жизни может случиться, как в кино. Екатерина Гаськова и Андрей Печоркин. Информационный канал «Город». Не могу вас не спросить, чем живет сейчас Алтайское отделение Союза кинематографистов России и лично вы? Чем живет? Ну, опять работой. Работой живем. Вот. Кинофестивалями, фильмы снимаем, планы строим. Ну, знаю, кстати, вы сняли фильм о Шукшине документальный. Да. Фильм называется «Василий Шукшин. Родина навсегда». Сейчас он вот будет в сентябре участвовать в кинофестивале «Соль земли». Я поеду туда в сентябре. Так. Дальше нас пригласили на кинофестиваль «Лучезарный ангел», который будет в Москве проходить. Ну, это мы сами подавали заявки. А потом как-то люди стали уже мне звонить и писать. И уже просят. Вот на Международный кинофестиваль имени Савва Морозова фильм пригласили. Вчера получил приглашение из Беларуси. К нам приезжал сюда кинорежиссер Бондарович в прошлом году на кинофестиваль. Вот он мне написал, пригласил меня на кинофестиваль «Листопад», который будет в этом году в ноябре в Минске. Международный кинофестиваль с этим фильмом. Ждете приза какого-нибудь? Жду, честно скажу. Хотелось бы, конечно, приз получить. Но это непредсказуемо. Но вы сами довольны этим фильмом, своей работой? Ой, нет. Нет? Нет. Я редко бываю доволен фильмами. Я сейчас смотрю, ой, вот здесь бы я переделал. Вот здесь бы я не так сделал, да. Но что сделано, то сделано. Ну, критики оценят, я думаю. Критики оценят, да. К экрану язык говорят, не пришьешь. Поэтому объяснить словами уже, вот что я хотел здесь, что получилось, то и получилось. Поэтому, ну, будем надеяться на лучшее. Я вам этого желаю. Бриза, а что в планах? Вы же что-то хотите еще снять в ближайшее время? Ну, во-первых, я получил государственную стипендию на написание сценария фильма к 25-летию событий 1991 года, который на будущий год будет 25 лет. Я был, как бы, там, свидетелем и участником этих событий. Я подал заявку, и Министерство культуры мне дало, там, небольшую, правда, стипендию для того, чтобы я работал над сценарием этого фильма. Надеюсь снять этот фильм, размышления вот о тех событиях, которые, ну, в общем-то, перевернули историю нашей страны, да. История стала развиваться уже в другом направлении. А когда мы этот фильм сможем увидеть? Ну, я думаю, если мы его начнем делать, то в 16-м году мы его увидим. А что касается фильма о Шукшине, его обычный зритель где может посмотреть? Ну, во-первых, мы будем делать премьеру здесь в городе, в кинотеатрах города. Когда? Я надеюсь, что это в сентябре. Вот сейчас, как закончится сезон отпусков, мертвый сезон, так называемый, да, и в сентябре, надеюсь, этот фильм показать. Так, дальше. В плане есть фильм о Валерии Золотухине, 75 лет. На будущий год исполнилось бы у Валерия Сергеевича. Мы сделали два фильма о нем, да, «Дорога памяти» нашей фильм, и второй фильм – это «Исток». В этих фильмах, от этих фильмов осталось огромное количество хроники, и столько много есть еще материала, да, и очень интересных таких моментов из жизни Золотухина, которые нам бы хотелось вот осветить, рассказать об этом, да, что, ну, просто невозможно не сделать такой фильм. Ну, в общем, планов у вас еще очень много, и работы достаточно. Работы, будем надеяться, что, да, будем работать, будем снимать фильм. Не только я, все члены нашего союза, и у нас еще, плюс ко всему, мы расширяемся, у нас сейчас три новых члена скоро союза появятся, вот, так что союз растет. Понятно. Ну, вопрос у нас еще от зрителей есть по этому поводу, а пока мы продолжим. Три сибирских региона поддержат инициативу Алтайского края «Сменить часовой пояс». Парламенты Новосибирской и Томской областей, а также Республики Алтай после возвращения с каникул обратятся в Госдуму с просьбой перевести стрелки на час вперед. Вместе с нашими коллегами из городов Сибири мы выяснили, какие причины у каждого региона бороться за потерянное время, и почему не все готовы отдалиться от Москвы, пусть даже на час. Рассвет в три часа ночи и сумерки в восемь вечера разделили Алтай. Одни адаптировались, а другие требуют вернуть потерянный час. После того, как год назад вся страна отказалась от регулярного перевода стрелок на зимнее и летнее время, наш регион оказался не в своей часовой зоне. Из-за этого съедается 240 светлых часов в год. Мы очень активно привлекаем наших соседей. Все-таки, когда четыре региона будут выходить в законодательные инициативы, шансы увеличиваются для того, чтобы это решение было принято, были внесены изменения в закон, ну и уже, по крайней мере, чтобы в следующем году, ну скажем, этой проблемы не было. В Новосибирской и Томской областях, где большинство жителей и горожаней, никто с первыми лучами солнца не встает, самое активное время – вечер. После работы и учебы люди идут в парки гулять с детьми, кататься на роликах и общаться. Сейчас все это приходится делать практически в темноте. В Томске народное недовольство вылилось в петицию. Потому что это издевательство над людьми. У нас лето в Сибири так короткое, холодное, теперь еще и темное. Я подписываю, потому что надоел ранний закат. Если посмотреть на карту, видно, что подавляющее большинство жителей Томской области, это вот все юго-восточные территории и в центре области, эти все территории, да, они относятся к часовой зоне 4 часа разницы с Москвой. Желание нескольких регионов перейти в другой часовой пояс одновременно объясняется еще и крепкими социально-экономическими связями. С другой стороны, у Новосибирска, Варнаула и Томска может возникнуть двухчасовой разрыв с омскому Тюменью. Если просто выйти во двор в 12 часов и постоять до двух, будет понятно, что солнце в зените где-то ближе к двум часам. Это тоже аргумент простому человеку, что действительно мы ближе к Тюменской области, чем к Новосибирской по часовому поясу. В краевом парламенте говорят, что вопрос времени общими усилиями начнет решаться уже в ближайшие месяцы и надеются, что в Госдуме прислушаются к жалобам четырех регионов. Тем более, что прецеденты уже были. Жители Самары и Ижевска смогли вернуть удобное для себя время. Маруся Загорска, Александр Морозов. Владимир Сергеевич, Вы поддержите эту инициативу как человек, как режиссер. Может быть, Вам, я не знаю, удобнее было бы снимать при другом времени? Ну, Вы абсолютно правы, да. Потому что вечерний так называемый режим сейчас начинается вот в последнее время же в 7 вечера. Это совершенно ненормально для режимной съемки. И чисто по-человечески я тоже против того, чтобы в 3 утра меня будило солнце, а в 8-9 вечера уже было темно. Конечно, это ненормально. Я тоже, считаю, буду голосовать двумя руками. Если вдруг, да, мое мнение где-то понадобится, я буду, конечно, голосовать за то, чтобы на час время перевели. Потому что то, что сейчас... Было очень удобное время, на самом деле. Вот прошлым летом, я же помню, да, и светало время. Никто не жаловался, вроде бы. Да. Ну, было там, может быть, несколько человек, которым это не устраивало. Но большинство было за то, чтобы это время и осталось. Вот. К сожалению, сдвинули время. Я думаю, что надо возвращаться. Я думаю, что если теперь нас подержали соседние регионы, то должны прислушаться и в Госдуме к общему этому мнению. Будем надеяться. Да, нам остается только надеяться. Совсем скоро день рождения краевой столицы, накануне 285-го юбилейного дня рождения. Мы продолжаем знакомить вас с городом глазами известных барнаульцев. Сегодня собеседница Ильи Кочеткова, барнаульская художница Юлия Кикоть. Вам какой барнаул? Пафосный, туристический или дворовый и душевный? Спросила нас Юлия. И когда мы выбрали, конечно, второе, привела нас сюда, в район старых дворов, улочек и проулков на Профинтерна. Прежде всего потому, что она выросла среди этих домов, а время здесь словно остановилось. Какое-то время назад Юлия уезжала из барнаула, но город притянул ее назад. Она поняла, ритм мегаполисов не для нее. Наш город, он более теплый, он более домашний. Это как после красивых туфель на шпильках, после балла одеть тапочки. Когда тебе уютно, удобно, комфортно и мягко. То, что одни называют провинциальностью барнаула, она считает за особую его красоту. Эти дворики, эти дома, даже типовые, они все равно неповторимы. Если парадные фасады окрашены, то кирпичная изнанка сохранилась. Юлия называет это фактурой жизни. А сами здешние дворы напоминают ей детский кукольный театр. Они очень нарвошечные улицы. И в них живут, знаете, похоже на такую большую-большую коммуналку. Большую коммуналку, которая, в общем-то, вот здоровается. Вот, в общем-то, здороваются люди, да. Вот даже местные жительницы, не стесняясь, решили громко пообсуждать нашу съемку. Это нормально, это жизнь. Умение увидеть и наблюдать, помечать детали ее научил наставник, художник Александр Маркин. Мы идем в выставочный зал Союза художников, где буквально сегодня открывается выставка. Среди картин – портрет, где ученица изобразила своего учителя. Вспоминает, знакомя ее с городом, он говорил, смотри не на то, что красиво покрашено, а на то, что красиво облупилось. То, что вот именно побито, поцарапано, зафактурено – это все и есть искусство. Это все и есть жизненные вот эти показатели. Вот их нужно беречь, этим нужно любоваться. Илья Кочетков, Александр Морозов, информационный канал «Город». Не могу вас не спросить, какое у вас любимое место в Барнауле? Может быть, несколько мест и почему? Ну, я знаю, что вы живете не всю свою жизнь в Барнауле, все-таки наверняка такие места есть. Да, есть любимые места. Это старый город, конечно. Да, город, на самом деле, город Барнаул очень уютный, теплый, даже по сравнению с теми городами, где я раньше жил. Это все отмечают. Да, и я могу сказать даже, знаете, я возил здесь, по нашему городу… Гостей. Гостей, да, некоторых, да. Ну, может быть, кого-то конкретно даже. Конкретно я возил, господи, сейчас Айван… Ну, иностранный. Иностранный, иностранный, да. Ну, знаменитый актер, который снимался во многих фильмах, да. И для них Барнаул – это, они сказали, очень хороший, теплый, ласковый, какой-то уютный город, да. А у меня любимые места – это, конечно, Льва Толстого, это Малая Тобольская, старый город, где есть вообще своя атмосфера, когда ходишь и вспоминаешь, что, да, здесь когда-то бывали Достоевский, могли по этим улочкам ходить когда-то, да. То, конечно, очень такой… проникаешься духом вот этих вот улиц, домов, вспоминаешь те фотографии старые города Барнаула, да, пытаешься их сравнить, а что вот осталось от того старого Барнаула на этих улочках. Ну, и плюс ко всему, да, я люблю, например, парк Центрального района. Как ни странно, да, люблю… Хотя многие говорят, может быть, его бы уже давно бы перестроить, переделать. Перестроить, да. Я не парк люблю, а это место люблю. Почему люблю? Потому что меня когда-то Саша Родионов водил по этим местам и так много интересного рассказывал. Оказывается, вот в парке Центрального района там жили, первые были жители Барнаула, которые работали на среброполовильном заводе, здесь у них огороды были. Вот он мне рассказ показывал прямо, вот здесь дом стоял такого-то, здесь дом такого-то, вот здесь огород выходил к реке, к Барнаулке, к речке, да. И, конечно, я когда хожу там, я все это вспоминаю, и, ну, как бы вот воочию вижу вот это вот, как быт был этих людей, как они жили. В общем, у вас самые любимые места связаны с людьми все-таки, да? С людьми, да, с людьми, конечно, да. Ну, и старый вот среброполовильный завод, куда тоже хожу на территорию, и тоже, как бы, вот вспоминаю рассказы того же Саши, вот, о том, как здесь было, что мы ходим по серебру, он говорил, что здесь шлаком засыпаны улицы, которые вот, отходы были от плавильных печей, а в нем оставалось очень много серебра. Вот сейчас, если это раскопать, и можно плавить еще и плавить серебро. Вот, конечно. Ух, наверное, мы вот это вот втайне, а то сейчас пойдут и начнут копать, да? Ну, мы что нет. И начнут искать серебро. Ну, город люблю. Спасибо. Безусловно, центральным спортивным событием минувших семи дней стал футбол. Барнаульская «Динамо» поспорила за право привести себе домой команду самой элитной лиги страны с Красноярским «Енисеем». Об этом и не только в сегодняшнем обзоре расскажет Кирилл Политов. В «Яблочко» Сергей Каменский продолжил пополнять копилку медалей. На этой неделе спортсмен выиграл чемпионат мира по стрельбе из арбалета. Медаль «Высшие пробы» Сергей завоевал в составе сборной страны. Также со своими партнерами наш земляк настрелял на бронзу. Дисциплина – 30 выстрелов с 30 метров с колена и 30 выстрелов стоя. В личных состязаниях еще одна бронза. Турнир такого уровня принимала Улан-Удэ. Приятный сюрприз. На 285-летие столицы Алтая боксеры приготовили для горожан подарок. Анонсирован турнир между профессионалами. На ринг в этот день выйдут сразу несколько пар, заявлены. Махир Пашаев, Павел Мамонтов, Юрий Кашинский, Дмитрий Сухоцкий. Многие из них стали уже любимчиками публики – оппоненты из Санкт-Петербурга. Части дуэлей пройдут по классическим правилам, часть по тапфайт – бои на выживание. Один раунд здесь длится 12 минут. По мнению организаторов, это будет самая зрелищная составляющая программы. Барнаульцев ждут на площади Советов 5 сентября. Гонг прозвучит в 18 часов ровно. И на этом подарки от краевой федерации бокса не закончатся. Расстались с мечтой. Футболисты барнаульского «Динамо» не сыграют с командой Премьер-лиги. Шанс был, однако сине-белые его упустили. Красноярский «Енисей» оказался сильнее 3-1. По заверениям местных болельщиков, их разочаровал не сколько результат, сколько бездарная игра в обороне. Напомним, последний раз в Барнаул команда элитной лиги России приезжала почти четверть века назад. Кирилл Политов, информационный канал «Город». Владимир Сергеевич, вы болельщик вообще? Ну, не могу сказать, что я активный там болельщик, да. Но, во всяком случае, за успехами наших спортсменов бурнаульских я слежу, да. За Сергеем Шубенковым, например, радуюсь его успехам. Вот. Гребцы наши, да, как бы я вот смотрю, езжу часто в Павловск, вижу, как там дети тренируются на грести, так сказать, учатся. Вот. Поэтому, да, я за наших болею. За наших болею. Ну, Сережа Шубенков, кстати, желаем успеха в финале чемпионата мира в Китае. Желаем, от всей души. Да. И у нас осталось два вопроса от телезрителей. Первый от Никиты Ильинам. На прошедшем фестивале в Сростках прозвучало предложение основать в Бурнауле киностудию и киношколу при ней. Насколько это реально и необходимо? Это абсолютно реально и необходимо. И мы силами наших членов Союза кинтографистов надеемся, ну, киностудия у нас уже есть, Алтайфильм, вот, которая сняла фильм о Шубшине. Вот. А киношколу, я думаю, что мы сделаем. Будет киношкола. Считаю это реальным. И еще один вопрос от Натальи Пугачевой. В эти дни завершается в Красноярском крае и в Каннске фестиваль документальных фильмов. В связи с закрытием Алтайкиноцентра, что будет с нашей документалистикой в двух словах, если можно? Документалистика будет жить, никуда она не денется. То есть мы работаем, фильмы снимаем, фильмы будут идти на экранах города и на телевидении, надеюсь, да. Так что ничего страшного нет. Я думаю, что документалистика жива и будет жить. Вы смотрите с оптимизмом. Я с огромным, просто не просто, а с огромным оптимизмом смотрю в будущее. Ну и ближайшие ваши планы помогут нам узнать, да, что мы получим. Какой-то приз, может быть, за... Я сразу сообщу, конечно, если получим приз какой-то, да, и думаю, что эта радость будет не только для меня, а для многих людей, которые болеют за нас, которые любят наше кино, документальное кино. Вот. И хочу, кстати, поздравить с Днём кино всех, кто смотрит их, кто работает в кино и кто любит кино. Вот. Профессий много, но прекраснее всех кино. Есть песня такая. Да. На самом деле, я счастлив, что я работаю в кино. Я вас поздравляю ещё раз тоже с этим же замечательным праздником. Желаю вам успехов вот в этих ваших планах на ближайших кинофестивалях. Спасибо. Я очень рад и мне, как бы, очень тронут вашим вниманием. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Спасибо. А я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был Владимир Кузнецов, председатель Алтайского отделения Союза кинематографистов России. Отличных вам выходных. И до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!